На улице Ленина полицейские изъяли 17 системных блоков. Хозяин заведения организовал азартный клуб без лицензии, разрешения и регистрации в налоговой инспекции. 100 литров алкоголя по этой же причине изъяли из продажи в магазине «Вино на розлив» по улице Красноармейской. Сотрудники полиции провели 105 рейдов по Краевому детскому закону 1539. 25 родителей привлекли к административной ответственности за правонарушение их несовершеннолетних детей. По факту пропажи трехлетней Анжелины Грачевой заведено уголовное дело. К счастью, девочку нашли. На родителей составлен административный протокол. Семья не совсем благополучная, но в мае не благополучная. Трое недель проживаю в ССОО, в четвертой отделочке. Попечительственное? На отдельно распоряжение. На этой неделе пройдут проверки в сфере торговли. Причем, как подчеркнула Светлана Яровая, наличие разрешительной документации – не единственное требование к предпринимателям. Внешний вид торгового объекта и благоустройство перелегающей территории также будут в центре внимания проверяющих. Налогоплательщикам-должникам рекомендовано в ближайшее время погасить все задолженности. Недоимка по налоговым платежам сократилась на 10 миллионов рублей. Однако работа по мобилизации доходов в бюджет остается на контроле властей. Крайний срок до конца месяца на подготовку детских и спортивных площадок. Штат инструкторов должен быть укомплектован. Полностью площадки отремонтированы. Ответственные специалисты управления образования и по делам молодежи. Поручение специалистам управления Санкура – закрыть проезды к морю на Пионерском проспекте и завершить все работы по благоустройству на набережной. Поставить и покрасить скамейки, урны для мусора, беседки. Внешний вид теренкуров под пристальным контролем властей города. В прошлом году работало 8 стоянок. Мы переводили их, которые были, и площадки у нас, и лагеря. Так что, Юрий Горьевич, если сами не справляетесь, по меру водителей приглашайте, нам необходимо организовать дополнительные стоянки. Управлением ЖКХ и Аль незаметительно приступить к работам по верхней части набережной. Это окраска ограждений самих, урн и озеленение. Также продолжить работать по цветочному озеленению цветочных и двух цветовых. Это мы должны делать каждый день. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая запросила промежуточный отчет специалистов Управления сельского хозяйства о проверке земель, сельхозназначения и целевого использования участков. И отметила работу председателей ТОСов промежуточного и важного звена в схеме выполнения наказов населения. Обвиняем за телефонами, определим телефон горячей линии, куда можно обращаться и ТОСовцам, и населению. И еще раз хочу подчеркнуть, целью работы этой группы не является как таковое наказание, привлечение к ответственности. Я считаю, что сначала населению чем-то работать с людьми, нужно объяснить их права и их обязанности. И еще одна благодарность. Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов поблагодарил всех, кто участвовал в организации проведения праздника 9 мая. Отметил, что впервые в Анапе ветеранам и дружникам тыла выделили одинаковую материальную помощь. Такого на курорте ранее не было. По просьбе ветеранов Анатолий Гапонов передал слова благодарности властям города. И предупредил всех присутствующих в городе, начали действовать мошенники, обходят квартиры пожилых людей и представляются специалистами пенсионного фонда или ветеранских организаций, придумывая разные способы обмана. Напоминаем, и мы, представители пенсионного фонда и Совета ветеранов, не ходят адресно по домам и не оказывают помощь на дому без специального запроса. Будьте внимательны. Продолжение следует...